От Железного века до Первой мировой войны в Москве проходит грандиозный фестиваль времена и эпохи в течение 12 дней на десятках площадок. Зрители ждет погружение в историю разных стран и народов, которые воссоздали тысячи реконструкторов, а все самое интересное можно будет увидеть в День России на Тверской. Путешествие в прошлое совершила Марина Светлая. Деда времена и эпохи, возьмите газету. Мальчишка посыльный разносит газеты. В них последние новости на площади революции в Москве до революционное время. С пяти до восьми школы хороших манер для барышень, вечером дефиле в пышных платьях. В то время одно из развлечений у девушек были визиты. На мне как раз сейчас находится визитное платье молодой дамы. В крохотных торговых лавочках все как тогда. Лафетники канделябры, глиняные игрушки для детей. Ближе к историческому музею наглядная история транспорта. Велосипед-паук, он же Пеннифартинг, 1886 года. Велосипед это не средство передвижения тогда было, а роскошь. Стоил он баснословных денег. Курсирует среди зевак и копия автомобиля Opel Adam, созданного в самом начале прошлого века. А ремень есть? Нет. Без ремня поедем. Конечно, далеко на такой не уедешь, но смотрится крайне эффектно. Я приехала из Восточного Техаса, из Америки. На фестивале все так интересно. Я узнала столько всего о российской истории и культуре. Мне здесь так нравится фестиваль, такой красивый. Реконструкторы рассказывают, новосоздание многих вещей ушли месяца. Чтобы в одном фестивале объединить 12 эпох от Железного века до Крымской войны, понадобилось больше года. Над образами трудились 6 тысяч специалистов-историков со всего мира. Франции, Италии, Румынии, Греции, а также других стран. Многие из них приехали в российскую столицу. Не испугала их даже прохладная московская погода. И пока в Царицынском парке от внезапного июньского снега и града под навесами прячутся гувернанки и кухарки, на импровизированной площади выступают гвардейцы испанской армии, у которых и зимой ты снег редко увидишь. Скажите, вы не замерзли? Да вроде нет. Это теплый сюртук, даже жарко. Вечерние битвы в палатках ждали поляки и ирландцы. Кстати, у последних во время перелета в Россию потерялся багаж, в котором была почти половина ружей. Между Ирландией и Россией есть давние исторические связи. В свое время Петр Первый набирал иностранных солдат в свою армию. И среди них было много ирландцев. Петровская эпоха развития скорописи. Сложно. Клякс уже сделала. И новые виды наказаний для бездельников и тунеядцев. Это медаль за пьянство. Тяжелая? Да. От 3 до 16 килограмм могла быть. Совсем рядом в Екатерининской карусели, модной забаве при Королевском дворе, что пришла на смену рыцарским турнирам, сходятся славяне и турки, римляне и индийцы. Кстати, о самих рыцарских турнирах тоже не забыли. Новый Арбат превратился в поле битвы. Всего на фестивале 30 площадок. Здесь и кузнечное дело, и римские гладиаторы, и наполеоновская армия. Объехать все дня явно не хватит, поэтому фестиваль времена и эпохи продлится включительно до 12 июня и завершится большими народными гуляниями на Тверской улице и Манежной площади. Там организаторы обещают собрать все самое яркое и самое интересное, что гости смогут найти за дни фестиваля. Марина Светлая, Андрей Бакашев, Сергей Мухин, Владимир Афанасин и Андрей Федоров. Первый канал.